В поселке искателей произошли два случая нападения собак на людей. По словам пострадавшего ребенка, его покусало животное с клипсой на ухе. Такой опознавательный знак обычно крепят собакам, выпущенным из приюта станции по борьбе с болезнями животных. И таких четвероногих бродяг на улицах города из года в год меньше не становится. Александра Литкова продолжит тему. Моя собака не кусается. Так чаще всего говорят хозяева про своих питомцев, когда отпускают их на самовыгул. Про намордники, естественно, никто и не вспоминает. Потому что очень много в поселке животных. И я считаю, что это ответственность людей. Я никак не хочу сказать, что это животные. Понимаете? Во-первых, люди выпускают животных без намордников. Гуляют большие собаки. И они сами самостоятельно ходят, опорожняются. То есть они загаживают детские площадки. То есть никто не контролирует, где собака сходит в туалет. Дети потом играются в этих песочницах. Но что делать, если покусала собака бесхозная, выпущенная из приюта станции по борьбе с болезнями животных? По словам сына Анны Цепиловой, именно такая собака напала на него. В 7 часов вечера ребенок возвращался с музыкальной школы. Его укусила большая собака. Он говорит, что у собаки на ухе был чип. Ребенок пострадал. Пострадало две руки. Правая и левая. И руку шили. Поэтому ребенок не может ходить в бассейн, музыкальную школу. Отстранен от физкультуры. Это и психологический стресс, потому что он очень сильно напугался. Он мне позвонил, потом потерял телефон, очки, бежал. Пришел, рука весь в крови. Рука текла. Мы сразу отвезли его в приемное отделение. Ему зашили руку. Теперь ребенку до декабря месяца будут делать прививки. Женщина уверена в том, что на улицах то и дело встречаются собаки, виноваты безответственные хозяева. Для таких людей просто необходимо вводить крупные штрафы за самовыгул. В случае с Татьяной Николаевичей обошлось без физических травм. Но от той прогулки женщина не может отойти уже несколько дней. А еду на самокате. Электрический самокат. Низенький такой. Поворачиваю голову, оттуда несется свора собак. Вот штук пять, наверное. Наверное. Видела только первых двух. Черный и бежевый такой. Потому что они вот так рядом со мной бежали вот тут вот. Как я от них удрала, я вообще не знаю. Выехала уже. Бежали до самой дороги. Они еще по дороге за мной бежали. Я остановилась, выехала на дорогу, уже полдороги. Проехала, смотрю, отстали. Остановилась, руки погреть, замерзла уже вся. Руки замерзли. Поворачиваюсь, они так стоят на дороге. Были это собаки из приюта или же хозяйские, Татьяна не знает. В обоих случаях граждане не обращались в соответствующие органы. В Муандрис поступило две жалобы от жителей поселка Искателей о нападении собак на человека. При этом жители, на которых напали собаки, не обращаются в полицию или в соответствующие органы. При нападении собак на человека, обращаться в лечебное заведение, все укусы при обращении за медпомощью должны фиксироваться сотрудниками полиции. На сегодняшний день в приюте станции по борьбе с болезнями животных находится более ста собак. Кто-то попадает сюда не по одному разу. Не всегда хозяева спешат забрать своих питомцев из приюта. После осмотра вакцинации, стерилизации и наблюдения за животным, спокойных и не агрессивных выпускают на волю. Ежедневно у нас проводят рейдовые мероприятия, по отлову, в разных районах города. В большей степени отлавливаются животные, конечно, у которых есть хозяин. Требования к отлову у нас будут смотрены федеральным законодательством, в соответствии с которым животное доставляется в приют, осуществляется его стерилизация, вакцинация и чипирование. Дальнейшим животное, не проявляющее мотивированную агрессию, возвращается в движение в среду обитания, так, к сожалению, будут смотрены на нас федеральным законодательством. Забрать всех собак, находящихся на самовыгуле, станция не может. Нет мест. Поэтому некоторых приходится выпускать. Что касается домашних собак, выгуливать их нужно на поводке или в наморднике. И, конечно же, стерилизовать и не отпускать на самовыгул. Каким бы добрым и ласковым ваш питомец не был дома, на улице от него можно ожидать всё, что угодно.